Психосоматические расстройства, ранее известные как соматоформные расстройства, представляют собой необъяснимые физические симптомы, которые часто повторяются и вызывают страдания и ухудшения повседневной жизни человека. Точная причина психосоматических расстройств не ясна, но могут быть задействованы биологические причины, такие как повышенная чувствительность к боли. На многие симптомы также влияет эмоциональная реакция человека. Некоторые состояния также могут быть приобретенными формами поведения, например, осознание того, что болезнь привлекает внимание, особенно если заболевание развивается в раннем детстве. Психосоматические расстройства чаще наблюдаются у людей со злоупотреблением психоактивными веществами, тревогой и депрессией в анамнезе. Соматические симптомы могут быть самыми разными, такими как боль, покалывание, одышка, общая усталость и слабость. При психосоматических расстройствах анамнез, физикальное обследование и результаты анализов либо являются нормальными, либо не объясняют симптомы. Часто в дополнение к самим симптомам люди испытывают сильное беспокойство по поводу этих симптомов. При этом жалобы должны повторяться и возникать в течение как минимум 6 месяцев. Наконец, симптомы не должны объясняться другими психологическими расстройствами и оно должно вызывать значительное расстройство или нарушение во всех областях здоровья. DSM-5 выделяет 7 состояний в категории «Соматические симптомы и связанные с ними расстройства» и включают психосоматическое расстройство, тревожное расстройство, конверсивное расстройство, психологические факторы, влияющие на другие заболевания, синдром Мюнхгаузена, другие специфические соматические симптомы и неспецифические соматические симптомы и связанные с ними расстройства. Наиболее изученным состоянием в этой категории является психосоматическое расстройство. Во-первых, у пациентов должен быть по крайней мере один соматический симптом, который вызывает значительное неудобство в повседневной жизни. Во-вторых, должны присутствовать стойкие и чрезмерные мысли, чувства или поведения, связанные с соматическими симптомами, о чем свидетельствует по крайней мере одна из следующих трех характеристик. Неадекватные мысли о серьезности симптомов, сильное беспокойство по поводу здоровья или симптомов и уделением чрезмерного времени и энергии. Например, человек может чувствовать тупую боль в правом подреберье и может часами думать, что у него рак. Наконец, хотя соматический симптом может быть непостоянным, он должен появляться снова и снова в течение более шести месяцев. Далее тревожное расстройство. Первый критерий – это озабоченность наличием или развитием серьезного заболевания. Во-вторых, не должно быть никаких соматических симптомов или наблюдаются только легкие симптомы. В-третьих, если человек действительно страдает каким-либо заболеванием или находится в группе риска его развития, он должен проявлять чрезмерную озабоченность этим заболеваниям. В-четвертых, пациент должен чрезмерно беспокоиться по поводу своего здоровья. Например, постоянно проверять свое здоровье на наличие признаков болезни. Или в качестве альтернативы они должны избегать ситуаций, которые заставляют их бороться против своего заболевания, таких как приемы у врача и госпитализация. Такая озабоченность здоровьем должна продолжаться не менее шести месяцев, даже если болезнь, по их мнению, изменилась в течение времени. Далее идет конверсивное расстройство, также известное как функциональные неврологические расстройства. Первый критерий – это появление симптомов, которые развиваются бессознательно и ненамеренно, и обычно затрагивают моторную и сенсорную функцию, такие как зрение и слух. Во-вторых, симптом не должен быть связан с известным заболеванием. Например, человек может чувствовать себя слабым и утомленным только тогда, когда он носит шорты, но не испытывает никаких проблем при ношении брюк, без каких-либо других психологических симптомов. Далее разберем психологические факторы, влияющие на другие заболевания. Для постановки диагноза требуется наличие медицинского симптома или состояния, на которое негативно влияют психологические или поведенческие факторы, такие как тревога и депрессивное состояние. Одним из следующих четырех способов. Во-первых, психологические факторы проявляются одновременно с заболеванием или появляются вскоре после него и задерживают выздоровление. Например, человек может испытывать беспокойство, связанное с приемом лекарств, что может привести к плохому соблюдению режима лечения. Во-вторых, психологические факторы мешают лечению заболеваний. В-третьих, психологические факторы должны ухудшать состояние. И в-четвертых, психологические факторы должны влиять на лежащую в основе патофизиологию и провоцировать или усугублять симптомы. Например, если человек страдает от обструктивного заболевания легких, спокойство может ухудшить состояние, вызвав одышку. Далее следует синдром Мюнхгаузена, который включает в себя два состояния – симулятивное расстройство, навязанное самому себе, и симулятивное расстройство, навязанное другим людям. Во-первых, в симулятивном расстройстве, навязанном самому себе, люди охотно притворяют то, что у них есть физический или психологические симптомы болезни или недуга. Во-вторых, люди представляют себя в обществе как страдающие каким-либо заболеванием или как ущербные. Наконец, это обманчивое поведение имеет место даже тогда, когда индивид ничего не выигрывает от этого, например, выплаты по инвалидности. При симулятивном расстройстве, навязанном другому человеку, люди ложно думают, что у других есть симптомы и признаки болезни или травмы. Например, молодой родитель может намеренно сообщать о симптомах у новорожденного, несмотря на то, что это не соответствует действительности. Другие специфические соматические симптомы и связанные с ними расстройства – это категория, при которой симптомы, характерные для состояния из этой группы, не соответствуют полным критериям ни для одной из других категорий, но причина, по которой они не соответствуют, известна. И, наконец, при специфических соматических симптомах и связанных с ними расстройствах, причина, по которым симптомы не соответствуют критериям, неизвестна. Лечение обычно состоит из клинической эмпатии, психотерапии, изменения образа жизни и медикаментов. Что касается эмпатии, клиницисты должны сосредоточиться на заботе, а не на лечении, поскольку людям необходимо чувствовать, что их опасения понимают, а не игнорируют. Клиницисты должны внимательно слушать и подробно объяснять дифференциальный диагноз, а также проводить тщательное и соответствующее обследование, чтобы было ясно, что они серьезно относятся к симптомам. Пациентов также следует регулярно осматривать через повторные приемы и постепенно сокращать их по мере того, как пациент учится справляться со своим состоянием. Также следует изучать новые проблемы со здоровьем и факторы стресса, а каждую новую жалобу или беспокойство следует проверять, чтобы убедиться, что они не вызваны органическим заболеванием. Отношения должны быть теплыми, доверительными и чуткими, тем самым позволяя пациентам выражать свои опасения и жалобы более открыто. Далее психотерапия включает когнитивно-поведенческую терапию, поведенческие методы управления стрессом и психообразование. Цель состоит в том, чтобы научить пациентов различать нормальную физиологию и патологию и помочь им справиться со своими симптомами здоровым образом. Клиницисты должны поощрять пациентов, играя активную роль в лечении, работая над конкретными, реалистичными и поэтапными целями с конкретной моделью поведения. Это помогает им научиться не брать на себя роль больного. Важные изменения образа жизни включают методы управления стрессом и тревогой, медитацию и физическую активность. Исследования показывают, что регулярный график сна и занятия йогой особенно помогают справиться с симптомами тревоги и помочь людям лучше осознать свое тело. Кроме того, создание регулярного распорядка дня может стать мощным средством снижения стресса и беспокойства, повысить уровень серотонина и может стать положительным отвлечением, которое улучшит качество жизни пациента. Также появляется все больше доказательств того, что здоровая диета, богатая продуктами с высоким содержанием магния, пробиотиков и цинка, также может помочь уменьшить беспокойство, особенно у людей с сопутствующими тревожными расстройствами. Этого можно достичь с помощью зеленых овощей, листьев салата, маринованными продуктами и орехами. И, наконец, применение медикаментов ограничено и состоит в основном из селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, таких как флуоксетин, с начальной дозой 20 мг один раз в день в течение как минимум 6 месяцев. Кроме того, антидепрессанты могут использоваться в качестве терапии первой линии у пациентов с коморбидными, тревожными или депрессивными расстройствами, а также у тех, кто недееспособен из-за психосоматического расстройства. Продолжение следует...